В центре Челябинска произошла массовая авария. На проспекте Ленина водитель на Датсуне не поделил дорогу с Газелью. От удара легковушку отбросило в другой грузовик, который двигался по встречке. Тот, в свою очередь, задел ладу. На место прибыли медики и сотрудники МЧС. По предварительным данным, помощь понадобилась 67-летнему мужчине. На пересечении улиц Российской и площади Мопро 31-летний водитель на Вольцвагене при повороте направо не уступил отечественной легковушке. В итоге столкновение. Судя по всему, удар был сильный, у лады разбит капот. А на улице Каселинской грузовик сбил 67-летнюю женщину на нерегулируемом переходе. Очевидцы вызвали на место скорую, прибывшие медики оказали пострадавшей помощь. На пересечении улиц Ленина и Калинина 37-летний мужчина на Hyundai Solaris врезался в автомобиль BMW. Судя по всему, тот резко остановился. И поскольку Hyundai не выбрал безопасную дистанцию, произошло столкновение. А это кадры с улицы Ворошилова в Магнитогорске. На них видно, как автомобилист остановился перед женщиной, которая переходила дорогу. Вот только водитель, двигавшийся позади него машины, среагировать не успел и врезался в бампер авто. К счастью, столкновение было не сильным и помощь медиков никому не понадобилась. Стали известны подробности о погибших страшной аварии в Саткинском районе. В салоне Лады находились молодожены, которые расписались за пару часов до роковой поездки. И ехали к родителям невесты праздновать свадьбу. На заднем сидении были тетя и дядя жениха вместе с 20-летней дочерью. Она единственная, кто выжила в аварии. Сейчас девушка находится в больнице. Напомним, автоледи на Mitsubishi Lander попыталась обогнать машину. В этот момент по встречке ехала Лада Калина. Автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Лады Калина. Пассажиры и водитель Mitsubishi Lancer, два человека, погибли на месте. И также водитель и пассажиры автомобиля Лада Калина, четыре человека, также погибли на месте. В аварии погибло шесть человек. Субтитры создавал DimaTorzok